МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот смотрите, значит, на территории Московской области создан штаб по ликвидации экстранированных свалок и навалов мусора. Возглавляет этот штаб начальник Главного управления госинтехнадзора Витушева Татьяна Семеновна. Данный штаб создан для координации и организации всех тех мероприятий, которые происходят по ликвидации свалок и чуговых навалов мусора на территории всей Московской области. Деятельность штаба не обошла стороной, как говорится, городского урока Ликина-Дулёва. Выявлено только за последний месяц 57 свалок и чуговых навалов. Благодаря совместной работе госинтехнадзора и органов местного самоуправления уже ликвидировано 46 свалок и чуговых навалов. Поскольку поставлена задача Татьяны Семеновны до сентября ликвидировать все выявленные чуговые навалы свалки мусора, работа в данном направлении на территории госинтехнадзора Витушевого продолжается довольно-таки активно, мы со своей стороны, как сотрудники госинтехнадзора, помогаем. Указываем на те места, где необходимо приложить больше сил. Соответственно, контролируем работу. Если я не ошибаюсь, срок устранения подобных свалок одни сутки удается выдерживать сроки? Не по всем свалкам, но стараются. Люди, которые занимаются этим, стараются, чтобы в течение суток данная свалка была ликвидирована. Как удается выявлять такие свалки? В первую очередь, это складывается из работы инспекторов госинтехнадзора, которые данные свалки выявляют. И немаловажный вклад, это сейчас активно, благодаря, опять же, штабу по ликвидации свалок, в соцсетях продвигается хэштег «Охота на свалку». То есть, любой гражданин, любой житель может разместить с данным хэштегом информацию о выявленной свалке, указать эти координаты. Соответственно, по данному адресу выезжают сотрудники госинтехнадзора, координаты смотрят, действительно ли там есть свалка или очаговый навал мусора, передают эту информацию, соответственно, лицам, ответственным за ликвидацию. И уже после этого включается отчет тех суток, в течение которых эта свалка должна быть ликвидирована. Кроме того, есть портал Добродел, также на котором каждый может разместить информацию с приложением фотографий о наличии свалок или очаговых навалов мусора. Но, опять же, обязательно указываю, указывать лучше координаты. Потому что по координатам это точная привязка, точно приезжает. Потому что иногда бывают случаи, когда инспектор может полтора часа ездить по полю, искать ту свалку, которую житель указал, но забыл указать координаты. И такое, к сожалению, тоже бывает. Ну, я думаю, если поездить по полям и лесам нашего округа, то можно еще много свалок выявить. Да. Вот именно говоря о том, какие свалки устраняются, насколько они объемны. Потому что лично у меня ощущение, что зайти в лес, то там одна сплошная свалка. Значит, вот смотрите. Свалки и очаговые навалы, которые находятся в лесах, этим занимаются лесники. Грубо говоря, им тоже выделяются определенные деньги. Они так же, как сотрудники госинфекинозора, по своим кварталам лесничества выезжают, тоже выявляют свалки, тоже их устраняют. Что касается ликвидации свалок, то вот недавно была ликвидирована свалка в районе Ионово. Там порядка 90 кубов было. Внушительная. Внушительная свалка. И есть такие свалки. Ну, главное не только устранять, но и пресекать. Работа в этом направлении как ведется? Потому что, насколько я знаю, существует операция засады, когда сотрудники госинфекинозора ловят за руку тех людей, которые портят окружающую среду. Да. Значит, вот смотрите. Каждое воскресенье проводится совместно с представителями администрации, административных комиссий, органов внутренних дел, сотрудник госинфекинозора, мероприятия засада. В ходе своих объездов мы выявляем места, где систематически осуществляется заброс мусора, в том числе из транспортных средств. Именно по этим адресам в выходные дни с 12 часов до 10 часов вечера в основном, то есть это основной пик, когда сбрасывают мусор, в этих местах встают сотрудники госинфекинозора, ОВД, администрации и контролируем сброс мусора. На территории городского округа Ликин-Дулёва засады проводятся дополнительно еще в тех местах, где осуществляется сброс мусора дачниками, такие места есть. За последние несколько засад было выявлено 3 человека, которые сбросили мусор из-за транспортных средств. Материалы по ним составлены протоколы, переданы административные комиссии при муниципалитете. Какая сумма штрафа? Сумма штрафа от 3 до 5 тысяч рублей. Помогает? Ну, по крайней мере, повторно эти люди уже мусор не сбрасывают. Говоря о дачниках, мне кажется, была довольно-таки объемная работа с председателями СНТ, о том, чтобы устанавливали мусорные контейнеры. Неужели до сих пор на дачах их нет или люди просто не приучены? Вот как считаете? Ну, я считаю, что очень многое зависит от простой культуры поведения. Сталкивались с ситуациями, когда дачник, вместо того, чтобы уезжая, например, из территории дачного участка, расположенного в городском округе Ликонодулёва, вместо того, чтобы идти на другой конец СНТ, контейнерной площадки, просто выходит и по дороге сбрасывает пакеты с мусором. Такие случаи тоже были. Это в первую очередь необходимо работать с гражданами, вести профилактическую работу. Кроме этого, у нас на территории городского округа Ликонодулёва был принят ряд профилактических мер. По некоторым, по двум местам были установлены по указанию штаба по ликвидации свалок и чуговых навалов мусора установлены барьеры, препятствующие съезду автотранспорта. В двух местах усилено в вечернее и ночное время патрулирование сотрудников внутренних дел. Работа в этом направлении ещё продолжается. – Неужели каждому человеку надо ходить и действительно объяснять, что так делать нельзя? – Очень трудно исправить то, что годами люди привыкли к своей безнаказанности. Вы представляете, что ещё буквально лет 10 назад у нас большая часть Подмосковья была, сами видели, в каком состоянии. И вот сейчас, благодаря в том числе и работе Госадомтехнадзору, и в первую очередь начальнику Госадомтехнадзору, Виктору Татьяне Семёнову, проделана очень огромная работа, и Подмосковье меняется в лучшую сторону, в том числе и городской округ Ликонодулёва. Работа ещё предстоит огромная, но мы работаем над этим. – Если не работать, то подвижек не будет, действительно. – Но Госадомтехнадзор занимается не только свалками на валами мусора, это лишь часть Вашей работы. Ещё одна большая составляющая – это мониторинг состояния детских площадок. – Да. – Вот расскажите немножко об этом. – Детские игровые площадки и физкультурные, здравительные площадки – это в первую очередь тот элемент благоустройства, который должен быть на каждой дворовой территории. В последнее время, как Вы обратили внимание, активно устанавливаются новые площадки по губернаторскому программе и по коммунистическому благоустройству. Но основная задача не то, чтобы их установить в площадках, основная задача – это чтобы за ними следить, чтобы они поддерживались в надлежащем состоянии, чтобы они были в первую очередь травмобезопасны. Потому что первые, кто ими пользуются – это дети. Дети у нас наиболее незащищенная часть общества. И поэтому ГОСМТ со своей стороны контролирует, чтобы всё размещенное игровое оборудование, ограждение на площадках, зелёное насаждение – все были в надлежащем состоянии. Чтобы отсутствовали травмоопасные элементы, не было выступающих частей, чтобы не было острых углов ограждения. Кроме того, на каждой площадке должно быть размещено правило пользования детской площадки. Обязательно указано, какая организация обслуживает, по каким телефонам в случае чего обращаться, для какой группы детей предусмотрена данная площадка. Вот за этим, за всем следят сотрудники ГОСМТ. В качестве примера хочу сказать, что с начала года у нас на территории городского округа Ликино-Долёва проверена 61 детская игровая площадка, при этом выявлено 53 нарушения и вынесено 56 штрафов почти на 1 190 000 рублей. Это за содержание детских площадок. Самые основные нарушения – это повреждённые элементы игрового оборудования, наличие мусора, отсутствие информационных счетов. Вы сами выезжаете? Это ваша инициатива? Или вы работаете по обращениям жителей? Нет. Во-первых, работа сотрудника ГОСМТ состоит из двух частей. Первая – это ежедневное наблюдение за поднадзорной территорией. То есть, у каждого сотрудника ГОСМТ есть определённая закреплённая территория, по которой он выезжает, смотрит за состоянием. Но поскольку сотрудников в отделе не очень много, работа большая. И вторая часть – это именно обращения, звонки жителей. То есть, что касается детских площадок, это и тот вариант, и тот? Да, два основных варианта. И работа сотрудников постоянная, ежедневная, и работа выезд по обращениям жителей. Ещё одна проблема, с которой сталкиваются жители округа – это парковка на газонах. В своё время очень актуален был вопрос с заводом «Ляс», сотрудники которого ставили свои машины на аллеи, ведущие к спутнику. Казалось бы, появилась парковка всё-таки. Но, тем не менее, засилие машин на той же аллее продолжается. Вот как-то дальше решать эту проблему планируете? Ну, во-первых, по парковкам на газонах. Тут работа должна состоять в двух частях. Первое – это увеличение числа парковок, парковочных мест, установка в местах наиболее частых парковок, элементов препятствующих парковок, то есть ограждений. И второе – это, значит, работа по привлечению к ответственности тех лиц, которые несознательно относятся к сохранению, так скажем, в належащем состоянии зелёных насаждений. Сейчас активно продвигается такое приложение, как «Народный инспектор». Каждый житель Московской области может на свой мобильный телефон установить это приложение. С помощью этого приложения «Народный инспектор», если он выявляет факт, например, парковки транспортного средства на зелёных насаждениях, на газонах или на детской площадке, он просто снимает небольшое… Благодаря этому приложению, работающему в автоматизированном режиме, снимает небольшой ролик, фотографии, в приложении забиваются координаты, этот ролик уходит на специальный портал, и после этого уже в отношении гражданина, на основании тех материалов, которые пришли, благодаря этому приложению «Народный инспектор», возбуждается административное дело, и ни одно, как говорится, дело не останет себя изнаказанным. Вообще жители охотно пользуются этим приложением? Они активны? Очень активны. Только вот буквально за последнюю неделю 9 пришло обращение… Вот с понедельника пришло 9 материалов по «Народному инспектору». Это именно по парковке на газонах, на зелёных насаждениях. На что ещё внимание просят обратить жители? Ну, жители в первую очередь просят обратить внимание на содержание детских кровоплощадок, на контроль соблюдения вывоза мусора с контейнерных площадок. Это вот основные вопросы, на что обращают внимание жители городского округа Ликина-Дулёва. Сергей Игоревич, ну, Вы заняли должность не так давно, округ для Вас новый. Вот как считаете, какие актуальные проблемы и какие главные, может быть, проблемы для нашего округа? Сейчас трудно пока ещё сказать. Полностью я не ознакомился с ситуацией, но уже есть несколько вопросов, на которые необходимо обратить внимание. На ряду с хорошими поселениями, такие как Куровской, есть места, где необходимо работать и работать. Например, у нас есть обращение из деревни Давыдова. По содержанию очень много обращений. Там есть группа инициативных жителей, которые к нам обращаются. Значит, по каждому факту мы принимаем меры. То есть, выезжают инспекторы, встречаются с жителями, они показывают им болевые точки, и на основании этого уже инспектор принимает решение и выдаёт предписание или представление. Для наших телезрителей контактные телефоны куда можно обратиться? Лучше всего нам писать на электронную почту. Электронная наша почта ТО-13, нижнее подчёркивание, ГТН, собакамейл.ру, потому что в любое время вы на электронную почту можете отправить своё обращение, оно будет рассмотрено, с вами свяжутся. При необходимости инспектор выйдет, встретится лично. Сергей Игоревич, это все вопросы на сегодня. Спасибо, что пришли в нашу студию. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»